Снова рада тебя приветствовать в следующей части нашего урока по созданию игры Робот-Поэт, в которой мы продолжим рассматривать пример и проектировать нашу игру, а уже в следующей части приступим к кодированию. Напомню, что мы занимаемся на самом деле разработкой интеллектуальной системы или системой с элементом искусственного интеллекта, которая заключается в том, что наш робот-поэт будет уметь сочинять стихи или, правильнее сказать, синтезировать стихи. Надеюсь, у тебя получилось подготовить исходные данные. Все списки готовы и мы продолжим рассматривать наш пример. А в примере у нашего спрайта есть еще вкладка «Звуки» и есть очень много звуков на самом деле. Вот их сколько? Целых 120. Что это за звуки? Ну, давай посмотрим. Это на самом деле слова, которые он произносит. Итак, в нашем сценарии есть звуки у спрайта робот и каждый звук называется так, как, собственно, звучит наше слово. И там произнесены все 120 слов из списков кто, где, гл, ц, у, ц, к и до. Что мы можем сделать, если мы говорим о дизайн-документе? Мы можем поставить задание саундмейкеру записать произношение слов, которые ему даст сценарист. Каждая в отдельный звук. После этого он должен обработать речь, чтобы она звучала роботно, то есть как у металлического робота. И каждый звук должен называться так, как произносимое слово. Здесь у нас есть небольшая проблемка, которая заключается в том, что в скретче вряд ли нам удастся так обработать звук, чтобы он звучал роботно. По правде говоря, я даже не знаю, как это сделал автор. Скорее всего, он записывал звук с помощью какого-то другого программного средства, может быть, на диктофон, или использовал еще дополнительные какие-то фильтры для того, чтобы звуки обработать. И потом файлы были добавлены в проект. Но мы не будем этим заниматься. Это тема отдельная. Это тема, связанная как раз-таки с обработкой звука на компьютере. Мы пока просто запишем произношение слов через микрофон. Тех слов, которые в списках. Но, скорее всего, у тебя возник вопрос, как же так, целых 120 слов их сидеть записывать и даже так долго? Что можно на это сказать? Если ты создаешь свой проект настоящий, то там может быть и не 120, а 1000 слов или каких-то звуков. И это вполне реально. Особенно в системах с искусственным интеллектом количество исходных данных может быть очень большим. Но для наших небольших проектов мы можем использовать некоторые хитрости. И если ты создаешь точную копию проекта Robot Palette, и все твои списки просто были импортированы из нашего примера, то я сейчас покажу почти такой же, даже целых два способа, как воспользоваться теми данными, которые есть в примере нашего проекта. Давай перейдем к примеру, и я тебе все покажу. Итак, в нашем проекте есть вкладка «Звуки». И аналогично тому, как мы сохраняли спрайты в файл, мы нажимали правую кнопку «Сохранить локальный файл», мы можем на каждом звуке нажать правую кнопку и «Сохранить локальный файл». Выбираем этот пункт меню. И здесь, поскольку у нас звуков много, аж 120, уже по опыту экспериментов своих, могу тебе сразу сказать, что лучше сначала создать новую папку. Чтобы это сделать, мы просто в свободном месте, не на файле, а просто в пустом месте, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем «Создать папку» и пишем ее имя. Так и назовем по-английски это «Sounds». Ну, если ты напишешь по-русски звук или звуки, ничего страшного. Теперь входим в эту папку, можно нажать клавишу «Enter» или на кнопку «Открыть», как тебе удобнее. И вот наш файл первый, наш первый звук называется «Антошка». И имя файла будет точно такое же «Антошка.вэйф». Это расширение типа звукового файла, его обязательно оставляя, ничего не трогая, нажимая «Сохранить». Дальше следующий выбираем «Сохранить локальный файл». И уже наша папка есть, она открывается, «Сохранить» и так далее. Я сейчас все это показывать не буду, а покажу, как в свой проект сохраненные эти файлы добавить. Переходим к нашему проекту, открываем вкладку «Звуки». Здесь у нас «Гоба», он нам не нужен. Давай удалим тот звук, который у него был. И нажимаем на кнопку «Загрузить звук из файла». Наверняка ты помнишь, как мы это делали. И выбираем «Открыть». Потом следующий тоже «Открыть». Ну, можно попробовать. Давай попробуем выбрать сразу «Несколько» и «Открыть». И вот они сразу несколько открылись. Нам последовательность не важна. Нам важно, чтобы имена наших звуков совпадали с теми словами. И у нас действительно совпадение есть. Ну что, мы можем сейчас остановиться и ты, и я сохранить файлы и их импортировать. Но прежде чем это сделать, я вспомнила, есть еще второй способ. Возможно, более быстрый для тебя, если ты работаешь в режиме онлайн и находишься в своем аккаунте, в своей учетной записи. Мы можем воспользоваться замечательным инструментом, который называется «Рюкзак». И перетащить звуки в рюкзак. Возможно, это будет более быстро и удобно. Вот эти звуки. Правда, пролистывать здесь придется вот так. Пришлось немножко, если вдруг не видно панели пролистывания, то нужно свернуть рюкзак, а потом развернуть. Вот у меня эти звуки. Я работаю в офлайн-редакторе, поэтому мне придется работать с файлами. Но в онлайне я создала новый проект, и здесь мы можем открыть звуки. Не важно, для какого спрайта сейчас, мне это не важно. Я открываю рюкзак. Пока не получилось, сейчас создам новый. Не обновился рюкзак. Это очень плохо пока. Попробую перейти на главную страницу сайта. Возможно, у тебя тоже такое происходит. Не переживай. Все преодолимо. Просто не обновилось. Вот теперь обновилось. И открываем вкладку «Звуки». Ненужные удаляем. А эти звуки просто перетаскиваем. Вот так. К сожалению, здесь все вместе выделить не получается в рюкзаке. Но можно перетащить. Это тоже вариант. Даже не знаю, какой удобнее. Выбирай сам. Я уже сказала, что мне придется сохранять файлы. И потом их открывать в своем проекте. Но открыть можно все файлы сразу. И это уже приятнее. Ну что, делаем паузу. Собираем звуки. И возвращаемся. Ну что, надеюсь, у тебя все получилось. У меня получилось ровно 120 звуков. Они в другой последовательности. Еще раз повторю, это не важно. Натренировалась я, конечно, использовать правую и левую кнопки мыши. Пару раз сбивалась. Но вроде бы все получилось. Если у тебя не все получается, не переживай. Этому, конечно, надо учиться. Но теперь ты знаешь, что труд программиста бывает не всегда таким простым и интересным. Бывает работа, которая требует просто терпения и усидчивости. Но это есть в любой профессии. Надо обязательно сохранить проект. Если ты ни разу его не сохранял, обязательно сохрани. Но думаю, что он от тебя сохранен. Ну и вот я вижу, что я назвала его проект Робот-Поэт. Хотя у меня Гоба-Поэт. Поэтому можно было бы, конечно, назвать по-другому. Но уже как есть. Уберу я эти списки. Они мне не нужны теперь на сцене. И мы можем двигаться дальше. Мы решили задачу с подготовкой звука. Дальше по сценарию. У нас вопрос, где все это дело происходит. У нас сцена с одним фоном. Этот фон есть в библиотеке Scratch. Называется он Party Room. Если хочется использовать какой-то другой, конечно, можно взять другой. Либо нарисовать, либо взять готовый. Но я сейчас использую существующий. Итак, открываем из библиотеки. Не на ту кнопку нажала. Привыкла нажимать открыть. Выбрать из библиотеки. И здесь, чтобы быстрее найти, выбираем в помещении. И наш Party Room где-то он. Вот он. Вот здесь. Ну, опять же, можно выбрать любой другой. Ну, и поставлю глоба вот как-то вот так. У меня будет немножко по-другому все размещено. Ну, и опять же, это же мой проект. Правильно? Сохраняем. Идем дальше рассматривать наш сценарий. Дальше по сценарию мы пытаемся ответить на вопрос, как. И здесь, возможно, ты удивишься, но мы уже переходим к некоторым вопросам, связанным с реализацией скриптов. В этой части урока мы их реализовывать не будем. Будем делать это в следующей части. Но, возможно, когда ты тоже рассматривал проект, обратил внимание, что там есть еще переменные. И переменных основных четыре. Называются они строка один, строка два, строка три, строка четыре. И это первая, вторая, третья и четвертая, соответственно, строки нашей строфы, нашего четверостишия. Давай посмотрим, еще раз убедимся в этом. Откроем наш пример. Вот у нас на сцене вот эти вот четыре оранжевых блока. Это не что иное, как наши строки. Если мы флажки уберем, то вот их нет. И, возможно, ты не знаешь, как сделать вот такой вот красивый оранжевый, потому что раньше наши переменные выглядели вот так. Как я меняю внешний вид отображения переменной, я просто кликаю по ней двойным щелчком. Вот нужно щелкать. Если у тебя вот так отобразятся наши переменные, сейчас мы это сделаем, то надо двойным щелчком щелкнуть, и мы получим вот такой вот вид. Ну что, давай перейдем к нашему проекту и сделаем наши переменные. Строка 1, 2, 3 и 4. Вот эти две переменные я посмотрела, автор никак не использует в коде, поэтому мы их создавать не будем. Итак, в нашем проекте переходим в раздел «Данные». Он открыт. И создаем переменные. Строка 1. Строка 2. Строка 3. И строка 4. Вот они 4 отобразились. Мне для моей сцены, для моего персонажа, лучше, чтобы строки отображались вот, наверное, здесь. И хорошо, что они отображаются вот в таком виде, потому что мне пока нужны идентификаторы, мне нужны имена переменных. Я немного их сдвину, вот так. А может быть, даже ближе к ГОБА поставлю. Здесь непросто их разместить, конечно, но можно постараться. И теперь двойным щелчком. Смотрим. Строка 1, строка 2, 3, 4. По порядку. Отлично. Двойным щелчком. Не страшно, что здесь нули. Они заполнятся. Но главное, что у нас появились вот такие ячейки. Ну что, поставь видео на паузу. Создай эти переменные. И потом опять продолжим. Отлично. Строки мы создали. Мы сделали так, чтобы они отображались на сцене. И если мы отвечаем на вопрос «как», то эти строки будут программно собираться из слов, которые хранятся в списках по определенным правилам. Но эти правила мы рассмотрим в следующей части урока. Вот я не исправила, в третьей уже части урока. Так оказалось, что будет не две части, а три. И следующее, что еще нам нужно для того, чтобы реализовать скрипты. На самом деле есть еще списки для синтеза строфы. Это список первый, который называется «Rand», от английского слова «Random», «Случайный». В этом списке будут сохраняться случайные числа, номера слов и списков для рифмы. Давай перейдем к примеру и к нашему проекту и создадим этот список. Он будет формироваться тоже программно, но создать его необходимо. Вот в нашем примере есть список «Rand». В принципе, мы на него можем посмотреть. Здесь есть какие-то числа. И у этого списка длина всегда 12, просто пока говорю. Этот список мы сейчас создадим в нашем проекте. Нажимаем «Создать список». Не перепутай, не переменную, а список. И называем его «Rand». Чтобы у нас было такое же соответствие, чтобы мы не перепутали ничего. Можешь поставить видео на паузу, создать этот список. Если список создан, то следующий у нас. Еще один список. Называется он уже так вот, латинский «Звук» через Y, Z, V, Y, K. И тут тоже, к сожалению, с идентификацией все не очень хорошо. Но начинающие программисты так могут делать. Если ты будешь программировать профессионально, то тебе скажут, что так именовать переменные и списки нежелательно. Лучше писать по-английски. Ну, вернемся к нашему вот этому списку. Сюда будут помещаться слова и синтезированные страфы, которые робот должен будет произнести, а точнее проиграть соответствующие звуки. Ну, когда мы дойдем до программирования, тебе будет более понятно, что это за список. А сейчас мы его тоже создадим. Главное запомнить имя. Еще раз убедимся, что этот список есть у нас здесь. Поскольку я выполняла уже этот проект несколько раз, запускала, то я могу посмотреть на его содержимое, либо таким образом кликнув левой кнопкой мыши, либо открыв его на сцене. И вот здесь мы видим, что у нас собрались слова. И давай сравним, чтобы было понятно. Смотри, ладошка, ладошка, по дороге, по дороге, ведет, ведет, дальше окошко, в тревоге, идет и так далее. То есть ты можешь сравнить. Это как раз те слова, которые робот последнее произносил после того, как сочинил эти четыре строки. Ну, давай в нашем проекте создадим этот список. Нажимаем создать список и пишем звук. Ну, давай я напишу все-таки, как надо правильно. Вот здесь у нас будет небольшое отличие. Ну что, мы спроектировали, в принципе, наш проект. Создали начальные данные, списки слов. И в следующей части урока мы приступим к кодированию. Будем писать скрипты. До встречи в следующей части урока. КОНЕЦ. Продолжение следует...